Привет, друзья! С вами Кирилл. На этом канале мы учим английский язык. Сегодняшний урок мы посвятим полезной лексике на тему телевидения и кино. Разберемся в некоторых понятиях и рассмотрим несколько супермодных слов. Телевидение по-английски называется television или просто TV. Главное ударение падает на второй слог, а второстепенное на первый – TV. Смотреть телевизор – to watch TV. He watches TV every day. Он смотрит телевизор каждый день. Телевизор раньше было принято называть TV set. Сейчас все чаще используется слово TV. Например, I want to buy a new TV. Я хочу купить новый телевизор. Здесь перед словом TV употребляется неопределенный артикль, так как речь идет о предметах, которые можно посчитать. Это же слово можно употреблять и во множественном числе. They have three TVs in their apartment. У них в квартире три телевизора. В британском английском распространено слово telly. He used to watch telly all day long. Он раньше смотрел телевизор весь день. С приходом телевизоров с плоским экраном в языке появилось название flat screen. Оно может употребляться в роли прилагательного перед словом TV. Например, I was very happy when my parents bought our first flat screen TV. Я был очень счастлив, когда мои родители купили наш первый телевизор с плоским экраном. Это название может употребляться в качестве существительного без слова TV. A big flat screen hung on the wall. Большой плоский телевизор висел на стене. Пульт дистанционного управления телевизором называется remote control. Или просто remote. I can't find the remote. Я не могу найти пульт от телевизора. Когда что-то показывают по телевизору, используем выражение to be on. Что идёт сегодня вечером? Переключаться на другой канал будет to switch to another channel. Можешь переключить на другой канал, пожалуйста? Также хорошее выражение – быстро переключать каналы один за другим. Клацать каналы в поисках чего-нибудь интересного. To flick through channels. I was just flicking through the channels. I didn't want to watch anything. Я просто переключал каналы. Я не хотел ничего смотреть. Давайте теперь разберёмся в том, что именно можно посмотреть по телевизору или в кино. Фильм называется movie или film. I watched a movie and went to sleep. Я посмотрел фильм и лёг спать. Have you watched this film yet? Ты уже посмотрел этот фильм? TV show – это очень обширное понятие. Так можно назвать и кулинарное шоу, cooking show, и talk show, talk show, и то, что мы называем сериалами. В общем и целом, TV shows – это передачи, которые регулярно идут по телевизору. Например, ток-шоу «Вечерний Ургант» – это TV show. Сериал «Друзья» тоже можно назвать TV show. Но для сериалов также существует название TV series. Обратите внимание на то, что слово series имеет одинаковую форму в единственном и во множественном числе. It's a great TV series. Это отличный сериал. His favorite TV series are Lost and Prison Break – его любимые сериалы «Остаться в живых» и «Побег из тюрьмы». Сериалы делятся на серии, которые по-английски называются «episodes». Очень легко запомнить. Эпизод – episode. I watched the last episode of Game of Thrones yesterday. Вчера я посмотрел последнюю серию «Игры престолов». Серии объединяются в сезоны, которые называются «Seasons». The first season of Lost was the best. Первый сезон «Остаться в живых» был самым лучшим. Реклама на телевидении – это commercial, а рекламная пауза – commercial break. I usually do the dishes during commercial breaks. Я обычно мою посуду в рекламные паузы. Теперь несколько интересных глаголов. To air – значит «выйти в эфир» или «выйти на экраны». Friends Pilot aired in 1994. Пилотная серия «Друзей» вышла на экраны в 1994. Еще один модный глагол, который значит «смотреть много серий сериала подряд» или «много выпусков какой-то передачи» – это глагол «to binge watch». «Binge watch» – это то, что мы называем «смотреть за поем». Этот глагол можно сократить до варианта «to binge». При этом значение не изменится. I just binged Breaking Bad and I loved it. Я только что с запоем посмотрел во все тяжкие, и мне очень понравилось. А теперь самое время разобрать основные жанры кино. Драма называется по-английски «drama movie» или просто «drama». I'm in the mood for a drama movie today. Я сегодня в настроении посмотреть драму. С комедией все просто. Это «comedy». Одним из подвидов сериалов являются ситуационные комедии или ситкомы. От английского «situation comedy» или сокращенно «sitcom». Это комедийный сериал, в котором главные герои из серии в серию оказываются в смешном или нелепом положении. I'm currently watching a great sitcom called The Office. В данный момент я смотрю классный ситком, который называется «Office». Документальный фильм называется «Documentary». Sir David Attenborough presented a brand new documentary about climate change. Sir David Attenborough представил новую документальную передачу о климатических изменениях. Фантастический фильм называется «Fantasy Movie». I envy people who haven't watched The Lord of the Rings trilogy yet. The greatest fantasy films of all time. Я завидую людям, которые еще не смотрели трилогию «Властелин колец». Лучшие фэнтези-фильмы всех времен. Исторический фильм – это «Historical Movie». The Gladiator is one of the best historical movies ever. «Гладиатор» – один из лучших исторических фильмов. Фильмы про любовь, отношения и ванильку, романтические комедии, которые больше привлекают женскую аудиторию, имеют отдельное название – «Chick Flick». Вообще, «Chick» – это цыпленок. Но на сленге это слово значит «молодая девушка», «цыпочка». «A flick» – это разговорное слово, которое значит «фильм». «Chick Flick» – фильм для девушек. «Legally Blonde» is a popular chick flick. «Блондинка в законе» – популярный фильм для девушек. На самом деле, давно ведутся споры о том, является ли это название оскорбительным, как недавно заявил Netflix. Некоторые считают, что название «Chick Flick» в какой-то мере обесценивает труд актеров и создателей фильма и намекает на неглубокий внутренний мир любителей этого жанра. По мнению других, в этом названии нет ничего неприятного. А как вы думаете, смотрите ли вы романтические комедии и справедливо ли их называют «Chick Flicks»? Фильм ужасов – «Horror Movie». Родители не должны разрушать своим детям смотреть фильмы ужасов. Мыльная опера так и называется по-английски «Soap Opera» или просто «Soap». «His wife loves soaps» – «Его жена обожает мыльные оперы». И еще немного разновидностей кино. Приключенческий фильм называется «Adventure Movie». «Боевик» – это «action movie». «Thriller» – «thriller» – от английского глагола «to thrill» – «будоражить», «волновать». Мультфильмы по-английски называются «cartoons» или «animated movies». Обычно, если мультик более детский, короткометражный и в 2D, его называют «cartoon». Например, как «Томми Джерри». А если мультфильм полнометражный и в 3D, то это «animated movie». «Raya and the Last Dragon» – это один из последних диснеевских мультфильмов. Новостные передачи называются «The News». Что показывали по новостям сегодня? Срочный выпуск новостей – это «Breaking News». «Have you watched the latest breaking news yet?» «Ты уже смотрел последние срочные новости?» Передача о спорте – это «Sports Program». «My dad always watches this sports program». Мой папа всегда смотрит эту спортивную передачу. Какие еще слова вы хотели бы добавить к сегодняшнему уроку? Какие слова оказались для вас новыми? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, вам сегодня было интересно. Ставьте лайки, смотрите полезные ссылки в информации под видео. С вами был Кирилл. Спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующих видео.